Неизмеримый Таинственный Неописуемый Неизмеримый Ты помещаешь звезды на небесах И даешь каждой из них свое имя Ты удивительный Бог Ветхий днями Ошеломляющий Всемогущий Дающий жизнь И забирающий дыхание Удивительный, непоколебимый Удивительный Бог Итак, откуда нам знать, что Бог неописуемый? И Он на самом деле неописуемый Этот тур называется неописуемый не потому, что у Криса есть песня, которая называется неописуемый, но потому, что песня была о Боге, который поистине неописуемый И едва ли хватит слов Кстати, народ, что с вами? Вы там сидящие сзади, производите много шума Вы мне нравитесь Это классно Да Но мы здесь для того, чтобы поклоняться И это удивительная мысль Богу, который является неописуемым Вы спросите, откуда ты это знаешь? Все, что вам нужно сделать, это выйти темной ночью на улицу и посмотреть на небо И вам станет понятно, что Бог, которому мы поклоняемся сегодня, находится за пределами наших самых диких мечтаний Мне нравится, как псалмопевец говорит в Библии, небеса проповедуют славу Божью Другими словами, это не просто в небе звездочка горит, но они по-своему кричат всем, кто на них смотрит Эй, Бог удивительный, Он неописуемый, невероятный, Он больше, чем вы только могли себе представить Он больше вашей самой большой молитвы, больше самого большого шага веры, который вы только делали И это невероятный Бог Просто посмотрите вверх, Библия говорит, что небеса проповедуют славу Божью И о делах рук Его вещает небо, 18-й псалом День за днем и ночь за ночью они говорят нам, что они знают И они говорят нам сегодня, не забывайте про Бога Не говори, что Он чего-то не может Потому что Бог огромен, Он гигантских размеров Он больше, чем самая большая наша мысль о Нем Эти звезды, как огромный плакат Они как билборд, который каждый день напоминает нам, что это именно так Писание такое простое, я люблю его Мне нравится также наука Но Писание говорит, что вначале Бог сотворил небо и землю Как мне это нравится? Некоторые считают, что это был большой взрыв Я не против этой мысли Я думаю, что когда Бог сотворил небо и землю, это был поистине большой взрыв Я думаю, что когда Бог творил небеса и землю, это было весьма впечатляющее событие И это... Это не удар по науке В этом мы с ней солидарны, раскрывая тайну творения Несколькими стихами позже Бог сказал «Да будет свет!» И стал свет Конечно же, он появился Ведь что Бог запросил, то он и получил И когда он захотел свет, он получил свет И вселенная начала свое существование Она огромна Мы даже не знаем, насколько она велика То, как мы ее всегда называем «известная» в кавычках вселенная То есть у нас нет достаточно большого телескопа, чтобы увидеть, что же находится там дальше в Божьем творении Но каждый раз, когда мы создаем телескоп больших размеров, мы снова поражаемся Понимая, что вселенная больше, чем мы думали Там много того, о чем мы даже не представляли себе А Бог смеется и говорит «Да, поздравляю, это все, что у вас есть, хорошо, давайте идите, смастерите телескоп побольше И я покажу вам кое-что еще, чего вы раньше не видели Он, должно быть, говорит, давайте же, стройте его быстрее Я покажу вам такое, что у вас мозги задымятся Ученые в тупике Они говорят, что во вселенной должны быть другие планеты, на которых есть жизнь И один из аргументов, я думаю, это весомый аргумент, потому что Если вселенная – это всего лишь место для обитания нас с вами То она слишком больших размеров, с чем я согласен Я думаю, она немного слишком большая, если она всего лишь дом для нас с вами Но что, если первостепенная цель вселенной – это не быть домом для нас с вами А показывать величие, могущество и силу и славу Бога, который все сотворил В этом случае вселенная не является слишком большой Ее размер в самый раз подходит для этого И свет вышел из уст Божьих И люди, которые об этом не думают, часто говорят «Я бы хотел побыть тогда, когда Бог творил мир» «О, нет, вы бы не захотели там быть, когда Бог сказал, да будет свет» Потому что, когда он открыл свои уста Свет полетел из его уст со скоростью 300 тысяч километров в секунду Такова скорость света, как вам известно, если вы в школе обращали внимание на учителей Вы говорите «Вот это да!» «Да это же быстрее, чем я мчался сюда сегодня вечером» Абсолютно Свет настолько быстрый, что луч света может пролетать 7 раз вокруг Земли каждую секунду Так быстро он летит И с такой скоростью он вышел из Божьих уст И вам не захотелось бы там находиться в тот момент, когда он сказал «Открыв свои уста, да будет свет» И свет устремился Ослепительная слава, которой невозможно ни увидеть, ни постичь Свет, движущийся быстрее, чем мы можем себе представить Когда это произошло, Вселенная просто озарилась светом Писание говорит «Словом Господа сотворены небеса и звездное множество дыханием уст его» Мы живем в маленьком местечке Вселенной, в галактике Млечный Путь Если вы не знали, где вы живете Кто-то говорит «Я живу на главной улице своего города» Нет, вы живете в галактике Млечный Путь Это ваше место во Вселенной В очень большой Вселенной, где нужно использовать световой год, чтобы по ней перемещаться Что такое световой год? Это расстояние, которое свет преодолевает за один год Если мы знаем, что его скорость 300 тысяч километров в секунду То за год он преодолевает 9,46 триллионов километров И это одно из основных средств измерения, которым мы пользуемся, чтобы перемещаться по Вселенной Настолько она велика В Божьей Вселенной вам не поможет ни сантиметр, ни метр, ни километр Они не имеют значения в Божьей Вселенной Нам необходима линейка размером в 9,46 триллионов километров Чтобы что-то измерять в Божьей Вселенной И наш дом, галактика, Млечный Путь, тоже была сотворена Богом Она состоит из миллиардов звезд И это только одна наша галактика Млечный Путь Ни сотни, ни миллионы, ни сотни миллионов Миллиарды звезд в нашей домашней галактике Млечный Путь Ученые говорят, что существует сотни миллиардов других галактик в известной нам Вселенной Это снимок, где мы живем Это маленький снимок галактики Млечный Путь Если увеличить регион, где формируются звезды, мы увидим вот такую удивительную картину На этом снимке виден регион, где формируются звезды нашей галактики Снимок сделан нашим другом, доктором Дэвидом Блоком, астрономом из университета в Йоханненсбурге в Южной Африке Мы были там несколько месяцев назад, и он рассказывал нам, что если бы мы начали считать миллиарды звезд в галактике Млечный Путь со скоростью одна звезда за одну секунду Если бы начали с одной из них, можно выбрать любую Давайте начнем вот с этой Вот здесь, потому что я могу до нее дотянуться И мы бы начали Одна, две, три, четыре, пять Вы думаете, здесь одна, но я достаточно близко нахожусь, чтобы разглядеть здесь две звезды Семь, восемь, девять, десять, одиннадцать Перейдем сюда, двенадцать Вы думаете, пожалуйста, не надо считать их все Если бы мы стали считать все звезды в нашей галактике по одной за секунду Нам бы потребовалось две тысячи пятьсот лет Только, чтобы подсчитать звезды в галактике Млечный Путь И Бог говорит о себе Вы хотите знать, как Вселенная говорит, что Бог большой? Через пророка Исаию Он говорит Кому же вы уподобите Меня? И с кем сравните? Говорит Святой Поднимите глаза ваши на высоту небес И посмотрите, кто сотворил их А затем Он сам дает ответ Тот, кто выводит множество звезд одну за одной И каждую из них называет по имени По множеству могущества и великой силе Ни одна из них у Него не теряется Мы должны правильно определить Его размер сегодня Он не нашего размера У Него мозг не как у нас Он думает не как мы Он мыслит более глобальными масштабами, чем мы только могли подумать или представить И Он больше, чем что-либо, что мы видели в своей жизни Он огромен, и небеса нам говорят это Но они говорят нам и кое-что еще Не только то, что наш Бог огромен, но и то, что мы с вами очень, 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 очень маленькие Что это было сейчас? Когда я говорил, что Бог огромен, вы говорили аминь и были слышны аплодисменты А когда я сказал, что мы очень, очень маленькие, раздался нервный смех Вот это значило бы больше, если бы прозвучало сразу после моих слов Но я вам частично поверю Если вы хотите мельком взглянуть на это Вот комбинированный снимок нашей галактики и галактики Млечный Путь Созданный за счет объединения сотен тысяч фотографий Очевидно, что мы не смогли пока выбраться за ее пределы, чтобы сфотографировать ее извне Но сотрудники НАСА с большой уверенностью утверждают, что именно так она выглядит Это галактика, у которой есть ядро Вы говорите, да, это круто, ее диаметр 100 тысяч световых лет И если вы захотите навестить своих соседей на другой стороне галактики Вам просто нужно перемещаться со скоростью 300 тысяч километров в секунду в течение 100 тысяч лет И бум, вы там у них дома Вы говорите, в нашем маленьком доме, называемом галактикой Млечный Путь Где же мы-то находимся? Я себя хочу найти Очевидно, мы прямо в центре Я уверен, что мы вон там, в середине Нет, ходите, верьте, ходите, нет, но мы не находимся в центре даже своей галактики Я уверяю вас еще раз, что все строится не вокруг нас с вами Мы живем не в центре даже своей галактики И вам не захотелось бы жить в центре галактики? Это очень страшно Вы говорите, так где же мы живем? Мы живем далеко от центра между двумя поясами звезд Сами пояса, это тоже опасная территория Мы живем в небольшой чистой зоне между двумя звездными поясами на две трети пути от центра Мы живем где-то примерно здесь Вы такие Я не вижу себя Нет Потому что мы не можем сделать видимую для глаза отметину на изображении Равную размеру нашей Солнечной системы Этому маленькому местечку нашей галактики По отношению к самой галактике Млечный Путь Она настолько мала Ученые говорят, что если их соотнести То наша Солнечная система будет размером с монету в 25 центов А наша галактика размером с континент Северной Америки Итак, наша Солнечная система Это монета в 25 центов по отношению к североамериканскому континенту Мы не так уж велики даже в нашей собственной галактике Млечный Путь И где-то там есть звезда Одна из миллиардов звезд Она не самая лучшая, не самая яркая, не самая большая Просто одна из звезд Одна из миллиардов звезд Мы называем ее Солнцем И вокруг нее вращаются эти шарики Один из которых называется Земля И это наш дом Это вы И я Этот конкретный снимок был сделан Аполлоном 11 в день Был день, когда люди моего возраста и старше его помнят Когда нам хватило мозгов, чтобы впервые вылететь в космос Похоже, в этом зале все помнят тот день Молодые люди здесь И вы говорите кто-то Ну да, это Земля, я видел ее Но когда мы впервые ее увидели Мы ахнули Мы вспоминаем себя Это было поразительно На этом снимке мы видим Африку Если у вас нормально с географией Мы видим часть Южной Африки Облака над мысом Доброй Надежды Мы видим здесь пустыню вверху слева Видно Средиземное море Но знаете, что на самом деле удивительно На этом изображении мы не видим стран Их границ Мы не видим городов Не видим людей Не видно огромной нужды, которая существует Мы не видим бедности, войн, боли Не видно блеска и славы Не видно ничьей машины или особняка И когда отступаешь назад и смотришь Что появляется это чувство Что может быть мы не такие большие в конце концов И мы знаем, что тот, кто сотворил этот мир Должен быть чудовищных размеров Неожиданно у нас появляется чувство Что может быть лукавый обманул нас Может быть мы не такие важные, как мы думали Может быть наши жизни не такие уж и величественные Как мы их выставляем Мне нравятся слова Нила Армстронга Того, кто первый прошелся по Луне Он уцепился за эту мысль И он говорит Я помню, по пути назад на Аполлоне 11 Меня неожиданно поразило То, что маленькая горошина Голубого цвета и есть наша Земля Я поднял большой палец и закрыл один глаз И мой палец закрыл планету Земля Послушайте его заключение Он сказал, но я не почувствовал себя великаном Я почувствовал себя очень, очень маленьким Я думаю, псалмопевец правильно понимал Когда говорил Когда я взираю на небеса твои Дело твоих перстов На луну и звезды, которые ты поставил То что такое человек Что ты помнишь его И сын человеческий Что ты заботишься о нем В 1977 году Мы запустили космический корабль Voyager С тем только, чтобы удаляясь все дальше Он делал фотографии планет нашей Солнечной системы Через 13 лет В 1990 году Ученые из центра передали сообщение Voyager Чтобы он развернулся И сделал один последний панорамный снимок Посещенных им планет Прежде чем он продолжит свой путь В настоящее время Voyager Находится в 6 миллиардах километрах от Земли Он движется со скоростью 64 тысячи С небольшим километров в час Удаляясь от Солнца И он разворачивается И делает серию фотографий Очевидно, что одним широкоугольным снимком Охватить все было невозможно Уран, Нептун, Саптун, планеты, которые он посетил И так он делает серию из 60 снимков И он начинает посылать изображения на Землю Каждое изображение содержится в 140 тысяч пикселей Каждое из 60 изображений Вы говорите, что такое пиксель? Это однокрошечная точечка, из которых состоит фотография И на расстоянии 6 миллиардов километров Каждому пикселю требуется 5,5 часов, чтобы вернуться на Землю 60 изображений по 640 тысяч пикселей в каждом 5,5 часов для возвращения каждого отдельного пикселя И вы говорите, что у вас дома проблема с подключением к интернету Вот здесь по-настоящему большая проблема связи И на получение изображений уходят месяцы И когда снимки были получены, это абсолютно поразило астрономию Очень известный снимок Я был потрясен, когда впервые его увидел Вот составленное изображение, которое мы получили с расстояния 6 миллиардов километров Это изображение называется «Бледная голубая точка» Вы говорите, простите, я что-то пропустил? Мы что, несколько месяцев ждали, чтобы получить вот это? Кто-то пытается протереть линзы своих очков, говоря «Негодные очки, пусть мне вернут за них деньги» Нет, вы спросите, что это за зеленые и розовые полосы на изображении? Это отражающиеся от Воджера лучи Солнца Потому что Солнце, хоть и находится на расстоянии 6,5 миллиардов километров, его видно И просто так получилось, что в луче Солнца зависла одна маленькая крошечная деталь Для тех, кто сидит на галерке, я увеличу Вот она Если вы до сих пор не видите, она прямо здесь И я не хочу, чтобы кто-нибудь ее не заметил И сейчас мы вернемся к большому снимку Это изображение Земли С расстояния 6 миллиардов километров И просто так случилось, что она попала в луч света И один известный астроном тех дней сказал о ней Подмечая, что каждый, кто прожил свою жизнь Прожил ее на этой крошечной, бледной, голубой точке Которую он назвал пылинкой, висящей в солнечном луче Не знаю, как насчет вас Но я в тот момент почувствовал, как уменьшаюсь в размерах И в тот момент я знал, что моя жизнь была маленькой крохотной точкой на радаре истории Паром Что моя жизнь, она бесконечно малой величины Вы говорите мне Луи, ты заставляешь меня чувствовать себя маленьким Нет, я не хочу, чтобы вы почувствовали себя маленьким Я стараюсь помочь вам увидеть, что вы на самом деле маленькие Но это значимая незначительность Потому что, хотя мы такие крохотные Нас наделил величием И знает тот, кто отдал себя за нас И любит нас Знает нас Хотя мы и маленькие, крохотные, мизерные человечки На маленькой, крохотной точке, находящейся в огромном космосе Который он сотворил И вот точно так же, как он мог бы назвать любую звезду по имени Так же, как он призвал их к существованию и поместил на свои места Он мог бы сделать то же самое с вами здесь Там наверху, на последнем ряду Он мог бы назвать вас по имени Потом он мог бы подойти к вам и назвать вас по имени И вас по имени По имени Великий Творец Неба и Земли Мог бы ходить по этому залу и назвать каждого человека по имени Он знает нас И он в курсе насчет нас И он любит нас И он пришел предложить нам иметь отношение с ним Которое никогда, никогда не закончится Удивительно, когда думаешь об этом Когда думаешь, какой он большой И что мы знаем его имя Я хочу вас взять в небольшое путешествие, если вы готовы Я думаю, вы не против А наш город, кстати, будет как бы отправной точкой нашей космической Одиссеи Я хочу, чтобы... Я хочу с вами прогуляться Мы отправимся на расстояние 150 миллионов километров от этой бледной головой точки К нашей ближайшей звезде К нашему Солнцу, как мы его называем Не знаю, какое название Бог дал ему Он называет звезды своими именами Но мы называем его Солнцем Оно уже начинает вас поджаривать прямо сейчас, пока вы здесь сидите Вы это чувствуете Кстати, сегодня у вас здесь в Хьюстоне замечательный день Я надеюсь, вы наслаждаетесь каждой минутой Потому что у вас таких дней в году бывает штук 16 всего И... Народ, солнце это бушующий огненный шар Это не просто желтенький кружок Счастливые и довольны с улыбкой, как мы его в детстве рисовали Его температура на поверхности составляет 10 тысяч градусов Оно бушующее, неистовое Там как будто миллиарды ядерных бомб взрываются каждую секунду Такие мощные, солнце испускает свет со скоростью 300 тысяч километров в секунду И лучу солнца требуется всего 8 минут, чтобы преодолеть расстояние в 150 миллионов километров от солнца до земли И коснуться вашей кожи И солнце вышло из уст божьих Мы не можем его считать каким-то скукоженным, карликовым богом Крохотным, слабым богом Он огромный Этот бог, которому мы поклоняемся сегодня У него сила и могущество и святость И звезды выходят из его уст У него есть вся власть Он открывает свои уста И вот такие вещи просто исходят из его уст Мы должны помнить это сегодня Вот кому мы поклоняемся Во много раз больше диаметра земли Если вы не понимаете, как это Взгляните, это даст нам немного большее понимание Именно поэтому, когда вы пойдете спать Поблагодарите Бога, что мы находимся в 150 миллионах километров от солнца Следующий снимок сделан шведским институтом по исследованию солнца Они вплотную изучают поверхность солнца Вот что мы видим Это бушующий огонь Ученые говорят Вашей гор-электросети потребуется воловой национальный продукт То есть то, сколько страна производит за год продукции И эта сумма, эта цифра, умноженная на 7 миллионов лет Чтобы заставить солнце гореть в течение одной секунды И это всего лишь одна из миллиардов звезд в нашей галактике Млечный Путь Которая является одной из сотен миллиардов галактик в известной вселенной, которую сотворил Бог Он большой Отправимся немного дальше Давайте воспользуемся той линейкой, о которой говорили ранее Один световой год То есть 9,46 триллиона километров А то мы находимся совсем неподалеку Всего в каких-то 150 миллионах километров Отправимся на расстоянии 440 световых лет Мы находимся у этого чудесного созвездия Плеяды Я выбрал его, потому что оно такое чудесное И потому что оно много раз упоминается в Писании В Ветхом Завете у пророка У пророков и у Иова Иов разговаривает с Богом И Бог напоминает ему, что он большой, а Иов маленький Он сказал Иову Иов, ты можешь взять в руки Плеяды? В ответ на что Иов посмотрел вверх и сказал Нет А Бог говорит, вот, пожалуйста Одно из мест в Писании говорит, что Бог измеряет Вселенную пядью Всю Вселенную Так, да Ага, это сюда Давайте отправимся еще немного дальше Есть так много удивительных вещей Мы удалимся на тысячу световых лет к Велопулсар Абсолютно поразительно Разве не круто? Это больше, чем круто Интересно и удивительно Вы спросите, что же такое пулсар? Я не знаю У меня нет докторской степени в астрономии Звезда взрывается, появляется сверхновая звезда И она может снова сжаться по действиям магнитных сил Это высокомагнетизированная нейтронная звезда Колеблющаяся с частотой 11 раз в секунду То есть ее центр Кстати, она огромна Она мне нравится, потому что она похожа на лук, выстреливающий стрелу Но она испускает мощный сигнал И она не только чудесно выглядит, находясь в тысячи световых лет от нас Но мы нацелили радиотелескоп на Велопулсар Радиотелескоп используется, чтобы узнать Нет ли где-нибудь там каких-нибудь человечков, которые хотят с нами пообщаться И когда мы направили его на Велопулсар, вот что мы получили Вот как она звучит Она делает это день и ночь Я не знаю азбуки Морзе, но возможно она передает Он большой, он очень большой, он больше, чем вы думали Он очень-очень большой, тот бог, которому мы поклоняемся Он очень-очень-очень большой и намного больше, чем вы думали Эта звезда не хочет пропустить службу поклонения И все творение прославляет Бога И Велопулсар говорит Ага, поехали Давайте совершим прыжок на 8 тысяч световых лет отсюда Эта туманность называется Песочные часы Я думаю, Бог сделал ее такой для веселья Эта умирающая звезда, испускающая тонны газа Она остывает и создает такие прекрасные узоры Она умирает и она находится не слева, а прямо в центре глазного яблока Не знаю насчет вас, но я рос очень послушным парнем Потому что моя мама говорила Будь осторожным, потому что Бог за тобой наблюдает Как оказалось, она была права Бог все видит и все знает Он может наблюдать за нами через туманность Песочные часы Также он может видеть вас через туманность, которая называется Улитка Или через Кольцо Звездной пыли У него много вариантов, чтобы смотреть на нас Удивительно, не правда ли? Давайте совершим Теперь большой переход Мы сейчас в 8 тысячах световых лет от дома Мы удалимся на 28 миллионов световых лет Посчитайте дома сами, сколько это 28 миллионов умножено на 9,46 триллионов Вы говорите, ты шутишь? Нет, мы видим галактику Сомбрера Одна из красавиц нашей Вселенной Вы говорите, о, красотища, похоже на маленький диск Не-не-не-не-не Она шириной в 50 тысяч световых лет Она толщиной в триллионы километров Просто так случилось, что она расположена в космосе таким образом И под таким углом, что нам открывается такая вот чудесная картина Многие из вас никогда не видели ее раньше И вы спросите, что она там делает? Прославляет Бога Показывая его величие и могущество Божье Просто находится во Вселенной, которую сотворил Бог И отражает его славу То, какой он удивительный Находясь здесь, в Хьюстоне Я бы хотел выразить слова благодарности Это изображение и многие другие, которые мы видели Сегодня сделаны телескопом Хаббл Я уверен, вы слышали о нем Часть ваших налогов, кстати, идет на его оплату Он удивительный Вот его фотография, чтобы вы знали, за что вы платите деньги Вы говорите, это он? Да, и это восхитительная вещь Эта фотография, конкретно эта, была сделана в 1997 году Сразу после второй миссии по обслуживанию телескопа Хаббл находится на высоте 568 километров над землей И будучи за пределами нашей атмосферы Он передает нам поразительные изображения, которых мы раньше никогда не видели Я быстро расскажу вам, что мы с Крисом были в лагере этим летом Я подбирал материал для школьников, для людей постарше Они сидели, раскрыв рты такие Они были просто... Они круто себя вели Они такие, вау! Не может быть! Ну, вы знаете, как ведут себя подростки Я это очень люблю Потом я возвращаюсь домой, и мне приходит посылка Там DVD-диск с фотографиями и виде материал из телескопа Хаббл И там была записка, и я начинаю ее читать, и я просто обалдел Я никогда не читаю записки вслух Но в этот раз я сделаю исключение Я привез ее с собой Извините за это И я просто прочитаю Мне все равно, если вы скажете, что это круто Потому что это на самом деле круто Я никогда не читал эту и это раньше перед людьми Я прочитаю ее вкратце Дорогой Луи, спасибо тебе за то время, что ты провел в нашем лагере И так далее Вот, второй абзац Говорят, у тебя страсть к астрономии Возможно, тебе понравится эта коллекция видео Я участвовал во второй миссии обслуживания телескопа И тут я такой начал О-о-о-о И я тоже сильно привязан к этому телескопу Так как он открывает величие Божьего творения И подпись Служа Богу, Джо Тейнер Я хватаю свой компьютер Иду на сайт НАСА Пишу Там в строке поиска Джо Тейнер И получаю сведения, что он является космонавтом Я такой Я получил письмо от космонавта Это письмо от космонавта Это круто Это классно Эти люди платят большую цену, чтобы давать нам видеть и знать многое из того, что мы видим и знаем Это фотография того, как эти люди работают над телескопом Я должен был немного развернуть это изображение Тем не менее, здесь изображен отсек космического корабля И телескоп пристыкован к нему И эти космонавты обновляют и обслуживают телескоп Хаббл Джо Тейнер, мой друг И автор этого письма, находится там посередине Он что-то держит своими руками И он здесь сегодня И я просто хотел бы сказать ему спасибо За все И хотел бы, чтобы вы тоже его поблагодарили Невероятно Мы отправимся дальше Мы находимся в 28 миллионах световых лет У галактики Сомбрера Мы отправимся к красавице астрономии Галактики, которая называется Водоворот Она в 31 миллионе световых лет от нас И вы можете понять, почему она является красавицей астрономии Она смотрит прямо на нас Так она расположена в космосе Ее называют галактикой с великим дизайнером Что я считаю справедливым Она состоит из сотен миллиардов звезд Некоторые ученые говорят от 300 до 500 миллиардов звезд Она называется Водоворот Потому что кажется, что она может затянуть тебя внутрь Какое-то время считали, что она затягивает тот белый шар, находящийся справа Что это за шар? Это совсем другая галактика Это NJC 5195 А галактика Водоворот Это ее номер NJC 5194 Думали, что ее засосет в водоворот Но нет Они на большом-большом расстоянии друг от друга И никогда не коснутся друг друга Так что расслабьтесь И даже через миллиарды лет Они просто пройдут одна мимо другой в космосе Вы говорите Эти розовые области, такие красивые Это инкубаторы Где формируются новые звезды И там рождаются звезды даже сейчас Пока мы поклоняемся Богу здесь Ученые говорят Что в космосе каждую секунду рождается новая звезда Звезды, такие большие, как наше солнце И даже больше Каждая секунда Каждая на своем месте И Бог дает каждое свое имя И помещает, куда хочет В его собственной вселенной Я хочу, чтобы мы отправились с вами еще дальше Похоже, вы к этому готовы Мы отправимся так далеко Я даже не могу сказать, насколько У меня нет слов, чтобы это описать Мы отправимся очень-очень-очень-очень далеко Раздается выкрик из зала Бог неописуемый Да, это так Я просто дам вам это увидеть Он Сотворил Все, что мы видели сегодня Писание говорит, что через Иисуса Бог сотворил мир В другом месте Павел написал Он сотворил все земное и небесное Вы спросите, что это за поворот событий? Мы только что наблюдали все эти удивительные вещи во вселенной И вдруг крест Да, крест Творец всего этого Придя на эту бледную голубую точку Творец этой обширной вселенной Висит на кресте Который он сам создал И послушайте слова Павла Слова, которые мы слышали много-много раз Но они так уместны сегодня Иисус, являясь образом Божьим Не считал воровством Приравнять себя к Богу Но он сделал себя ничем Приняв вид слуги И по виду став как человек И имея вид человека Он смирил себя Быв послушным До смерти И даже До смерти На кресте И послушайте автора псалмов Сказавшего тысячами лет ранее И вы знаете почему Господь Полон сострадания И милосердия Вот кому мы поклоняемся сегодня Вот Бог Которого мы пришли Прославлять сегодня Бог Полный сострадания И милосердия Медленный на гнев И изобилующий любовью Он не поступает с нами Так, как мы заслужили Своими грехами Не воздает нам По нашим беззакониям И хвала Богу за это Мы не получаем от Бога То, что мы заслужили Мы не получаем Что заработали Из-за нашего непокорного сердца По отношению к нему Но послушайте Что мы получаем Насколько небеса выше земли И мы даже не знаем Какова их высота Нашей рулетки не хватает Чтобы их измерить Мы не знаем Где предел небес над нами Но псалмопевец говорит Насколько небеса выше земли Настолько Велика его любовь К боящимся его И переведя дыхание Он продолжает Говоря Как далек Восток от запада Так далеко Он удалит От нас Наши беззакония Я не знаю Кто вы Я не знаю Что вы совершили Я не знаю На что похожа Ваша жизнь Я не знаю Какой багаж Вы тащите за собой Я не знаю С каким стыдом Плохими поступками И неудачами Вам приходится жить Но я знаю Но я знаю точно Что задолго до того Как вы превратили Свою жизнь В беспорядок Бог Отец Превратил в беспорядок Свою жизнь И сегодня Тень долгов И находится Над этим местом Это тень креста Иисуса Христа И здесь есть свобода Прощение Очищение Обновление И омовение Потому что В Иисусе Христе Теперь нет Никакого осуждения Вина прошла И со стыдом Покончена На кресте Иисуса Христа Вот что мы называем Астрономической Благодатью Я хочу показать вам Одно последнее изображение Прежде чем Мы все вместе Ответим на его призыв Вы скажете Какие еще изображения Спасибо Луи Это сын Божий Распятый за мои грехи Больше Ничего не может быть Знаете Я как-то готовился К выступлению Перед студентами И искал то Чего еще не видел ранее Я был на сайте Хаббл Исследуя фотографии Галактики Водоворот Помните эту красавицу Астрономии Галактику Водоворот Передо мной был Список изображений Один из них Назывался Структура В форме Икс В сердцевине Галактики Водоворот Это привлекло Мое внимание Думаю Ладно Надо посмотреть Выбираю Это название И фотография Появляется Это изображение Из-за которого Я чуть не слетел Со своего стула Я не мог поверить Я сидел И смотрел на него Открыв рот Это на расстоянии 31 миллиона световых лет Телескоп Хаббл Видя то Чего мы не можем видеть Заглянул В темное ядро Черной дыры Галактики Водоворот И прислал нам Фотографию Вот что пришло Нам от НАСА С расстояния В 31 миллион Световых лет Глубоко В ядре Галактики Водоворот Мы получили Вот такое изображение Это структура В форме X В сердцевине Галактики Водоворот Я без научных терминов Сказал бы Что это крест Но пусть это будет Чем хотите Мне это просто Напоминает Слово автора Книги Откровений Иисус Христос Агнец Заклонный Прежде основания Мира Иисус везде Благодать везде Куда ни повернись Это милость Когда меньше всего Ее ожидаешь Встретить Это Бог Который смеется На небесах Когда мы наконец-то Собрали Хаббл Нацелили его В правильное место Он говорит Посмотрите Что здесь Это я Это благодать Это милость Это доброта Это прощение Куда ни посмотри Это Бог Который говорит Я люблю вас Его благодать Везде И задолго до того Как вы решили Что вы будете делать С Богом Бог решил Что Он будет делать С вами И это Не воздать вам То, что вы заслужили Своими грехами Но воздать Своему сыну То, что вы заслужили Своими грехами А вам отдать В дар Себя И дать вам Приглашение Жить вечно В большой Большой Истории В Его Истории Есть благодать И надежда Я не знаю Может быть Перед вами стоит Огромная гора На которую вы смотрите Эта гора Может быть Называется Депрессией Может быть Это развод Или Вас бросили Может быть Это одиночество Может быть Вас ошибочно Обвинили Это стало Причиной Огромной Несправедливости Это может быть Рак Или Банкротство Или Сама Тьма Смерти Но я скажу вам Этот мир Не может Бросить В вас Ничем Таким Что могло бы Вырвать вас Из руки Божьей Который Держит Всю вселенную На своей Ладони Сегодня И он Держит Вас И его Благодать Достаточно Большая И достаточно Сильная Чтобы удержать Вас Несмотря на Все это И провести Вас через Все это И провести Вас до Самого Конца Всего Этого Чтобы вы Все еще Любили Его И радовались Его доброте Даже во Тьме И вы Можете Доверять Ему Сегодня О, мы Не видели От Бога Всего Что мы Хотели Бы Увидеть По крайней Мере Я Но мы Видели Достаточно Чтобы Доверять Ему Полностью До Конца Наших Дней Это Любовь Такая Удивительная И Любовь Такая Святая Она Требует Она Заслуживает Она Должна Заполучить Нашу Душу И Нашу Жизнь И Нас Целиком Спасибо Иисус Христос Сын Божий Творец Всего Спаситель Мира Спасибо Тебе За Астрономическую Благодать К таким Как мы Маленьким Крошечным Людям За то Что Ты Выкупил Нас И Спас Нас Взяв Свои Руки За Этот День И За Каждый День Во Веки И Веки И Веки И Веки Аминь Свои Мед